От приставов не убежать и не уехать, причем в прямом смысле. 26 апреля, в день проведения всероссийской акции «Узная о своих долгах», сотрудники службы судебных приставов отправились на железнодорожный вокзал, чтобы найти должников. Всем пассажирам «Ласточки» они предлагали проверить статус задолженности и, если такая имеется, закрыть ее на месте, чтобы ехать с чистой совестью. Здравствуйте! Сегодня проходит акция «Узная о своих долгах». Здесь вы видите наш сайт, куда вы можете зайти и посмотреть себя или своих родственников на предмет наличия задолженности. Это очень актуально в преддверии майских праздников. Вы из-за границы, если собираетесь провести, обязательно посмотрите, чтобы у нас было время оплатить и снять ограничения на выезд. Должников в регионе немало. В службе приставов примерно 187 тысяч исполнительных производств. Долги за коммуналку, алименты, просуженные кредиты, штрафы ГИБДД и многое другое. С начала года в пользу физой юрлиц приставы взыскали больше миллиарда. А вот остаток в разы больше. Константин Игоревич, у вас есть задолженность? Там уже очень много погашено. Нет, здесь выходит то, что у нас не погашено задолженность. Посмотрите, это штрафы ГИБДД. По приезду, как приедете, обязательно к нам. ГИБДД? Объясняли приставы путешественникам и о том, что долги могут стать препятствием на пути к отпуску. Если вовремя не закрыть исполнительное производство, выезд за границу будет под запретом. В настоящий момент у нас ограничено более 11 тысяч граждан по исполнительным производствам, сумма задолженности которых превышает более 10 тысяч рублей. Граждане, которые ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, при пересечении российской границы, как в аэропортах, так и при пересечении на транспортных средствах, будет отказано в выезде через границу. Акция «Узнай о своих долгах» прошла во всех торговых центрах города, на площадях, остановках, в местах большого скопления людей. Приставы отмечают, что такие масштабные мероприятия позволяют людям привыкнуть к сотрудникам службы, относиться к ним с доверием и уважением. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.